Денис, какие СМИ вы читаете? Что порекомендуете читать для правой аудитории, чтобы можно порекомендовать своей семье или друзьям, например? Проблема в том, что все современные СМИ в той или иной степени являются политически ангажированы средствами массовой информации. И они, скорее всего, транслируют позицию своего руководства, корпораций, которые за ними стоят, или государства. Я читаю «Медузу». Это, конечно, суперлиберальный ресурс, но они хотя бы освещают довольно полно картину событий по Российской Федерации. Да, понятно, что, конечно, через призму какой-то своей повестки, которую они пытаются протолкнуть. Тут нужно просто важно отметать их такую либеральную заангажированность. Я читаю немецкую газету «Бильд», так как владею немецким языком. Иногда я читаю «Аль Джазиру», я смотрю «Евроновости». На Ютубе советую, в принципе, всем такие. Но они, по крайней мере, очень сильно стараются быть беспристрастными. Поэтому я картину мира составляю по «Евроновости», «Медуза», «Бильд», «Аль Джазира». Вот это такие основные источники информации. Так, «Аноним спрашивает, какие украинские правые каналы читаю, что по этой теме посоветовал бы». Я подписан на канал Комбата «Третья ОШБ», если я не ошибаюсь правильно, чтобы сказать его должность. Это «Хроники Ридика», Радик Кудряшов, наш большой товарищ, большой друг. Я читаю «Painted Black», я читаю, естественно, «Ukrainian через единицу News». Вот этих ребят читаю. Еще из новостных порталов я, безусловно, подписан на все возможные и невозможные городские порталы. Брянска, Белгорода, Курска, Воронежа. Там очень много интересных новостей, там очень много всяких забавных фактов, о которых мы не всегда знаем из официальных. Вот, поэтому всем советую. Понятно. Ну, ждем на всех улицах Брянска. Опять. Да, да, да. Не-не-не, ждем на всех улицах Брянска плакат. Плакаты на тему «Болтун, находка для шпиона» и так далее, чтобы не выкладывались. Все, после этого эфира все. Да. Так. После этого эфира.